В Гомеле пенсионеры, который хранил дома немецкие патроны как память об армии, хотят привлечь к уголовной ответственности. Накосил, насушил и оказался за решеткой. В речице у мужчины изъяли более двух килограммов марихуаны. Выпало из трактора и попало под машину. Подробности веселья, которое закончилось трагедией. Пограничный контроль как неотъемлемая часть национальной безопасности. В Мозырском районе прошло совещание по вопросам реализации в регионе государственной пограничной политики. Особое внимание уделили взаимодействию структур, имеющих отношение к этой теме. Наши корреспонденты узнали подробности. Деловой конструктивный разговор. Именно так определили формат встречи ее участники. Тем для обсуждения много, тем более, что охрана границы – забота не только пограничников. В зале представители органов власти, силовых структур, таможни, лесного хозяйства, дорожные службы и Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Сегодня по его территории проходит более 100 километров государственной границы. По причине высоких уровней радиации в некоторых местах постоянное присутствие пограничников просто невозможно. Пока здесь используются передвижные бригады и фотоловушки для выявления нарушителей. Но этого недостаточно. Наиболее эффективной мерой в охране границы на зараженной местности считаю возведение там инженерных сооружений и заграждений. Инженерно-оборудование границы в зоне отселения и отчуждения позволит контролировать состояние границы и будет препятствовать пересечению границы, особенно важный момент – это транспортными средствами, на которых можно доставить в нашу страну боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства и иные средства террора. Техническим средствам контроля на границе сегодня уделяется все более значительное внимание. Контролировать завоз на территорию Беларуси радиоактивных веществ теперь будут еще и специальные стационарные системы. Их установкой уже занимается таможенный комитет. Это же ведомство внедряет и автоматизированное видеонаблюдение. В настоящее время в пунктах пропуска будут иметь всю необходимую информацию еще до того, как автомобиль пересечет границу. «Запланированы к реализации в пункте пропуска нового ГУТА КАП – так называемая автоматизированная система считывания номеров и внесения ее автоматически в базу данных, которые могут использовать при пропуске товаров и транспортных средств все службы, расположенные в пункте пропуска». Модернизированное и новое оружие – бронежилеты, спецтехника, системы ночного видения. В рамках семинара по вопросам реализации государственной пограничной политики его участникам демонстрирует практически весь арсенал пограничных подразделений. Ситуацию на границе нельзя назвать беспокойной, но попытки провоза на территорию страны наркотиков, оружия и взрывчатых веществ не прекращаются. За 9 месяцев этого года на границе с силовиками проведено более 100 специальных операций, в ходе которых только товаров изъяли почти на 3 миллиона рублей. Уже 5 лет действуют республиканские и региональные координационные советы, но недоразумения между ведомствами, которые решают общую задачу, все еще возникают. Во время совещания в Мозыре этот вопрос не обошли стороной. «Существует ведомственная разобщенность. Каждое ведомство варится в собственном соку, каждое ведомство внутри себя эти проблемы, не понимая о том, что если мы сообща вместе будем решать проблемы, то даже, правильно было сказано, даже невыполнимые задачи можно выполнять». На прошлой неделе гомельские таможенники пресекли провоз через территорию нашей республики нескольких единиц огнестрельного оружия и боеприпасов. Запрещенный к свободному перемещению груз двигался в сторону Украины. При проведении таможенного контроля пассажирского вагона в пункте пропуска Терюха в пассажирском поезде сообщением «Санкт-Петербург-Киев» в ящике для мусора, который находится в тамбуре, служебная собака своим поведением обозначила возможное нахождение товаров, запрещенных и ограниченных к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза. «Во встроенном ящике для мусоров со стороны нерабочего тамбура служебной собакой было обнаружено два предмета, схожих с огнестрельным оружием, с кустарного производства. Также там было обнаружено 38 мелкокалиберных патронов и 10 патронов, схожих с патронами к пистолету ПМ. В дальнейшем в ходе таможенного контроля этого же вагона было обнаружено в полиэтиленовом пакете 32 мелкокалиберных патрона». По данному факту Гомельской таможней назначен комплекс исследований. В Государственном комитете судебных экспертиз установят, является ли оружие и боеприпасы пригодными для стрельбы. На основе заключений будут приниматься соответствующие процессуальные решения. К нам на исследование приходят различного рода боеприпасы, огнестрельного оружия, в том числе и самодельного. При установлении кинетической энергии снаряда, выстреленного из оружия самодельного изготовления, более 0,5 джоулей на миллиметр квадратным является основанием для возбуждения уголовного дела. Эксперты также пояснили, что по данным судебной медицины и судебной баллистики, снаряд, выпущенный с энергией, превышающей указанную величину, способен причинить человеку проникающие огнестрельные повреждения. Против пенсионера из Новобелевского района Гомеля могут возбудить уголовное дело за незаконное хранение немецких боеприпасов. Во время проверки условий хранения зарегистрированного ружья участковый обнаружил в доме охотника коробки с патронами. Пенсионер хранил их в сейфе вместе с 12-мм гладкоствольным ружьем Луиджи Франчи. Участковый обнаружил там 528 патронов, 86 гильз калибра 5,6 мм и два магазина, один из которых был снаряжен пятью мелкокалиберными патронами. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оказалось, мужчина хранил трофейные боеприпасы еще со времен воинской службы в Германии и после демобилизации привез их домой на память. По словам участкового, о проверке условий хранения зарегистрированного оружия мужчине сообщалось заранее, а также был известен день и время визита. Охотник никогда не имел проблем с законом. На его счету было только несколько штрафов за нарушение правил дорожного движения. Тем не менее, по факту хранения немецких патронов назначена проверка. Боеприпасы отправлены на экспертизу, а пенсионеру грозит уголовное преследование. Как рассказали в милиции, в рамках проведения спецмероприятия «Арсенал» у него была возможность добровольно и безнаказанно сдать все свои незаконные трофеи. Следует напомнить, что за незаконные действия в отношении гестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ наступает уголовная ответственность по статье 295 Уголовного кодекса Республики Беларусь, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы. Пенсионеры стали чаще попадать в сводки правоохранителей. На этой неделе против жительницы деревни Тереховка был составлен административный протокол за хранение у себя дома около двух тонн этилового спирта. На вопрос, зачем ей столько алкоголя, женщина ответила для личного употребления. Даже если смеха ради подсчитать количество бутылок водки, которое могло получиться из этой партии, то их хватило бы на 26 лет при условии употребления одной бутылки спиртного в день. В таком случае пенсионерке понадобилось бы богатырское здоровье. Впрочем, мотив ее ответа и так понятен. Женщина пыталась избежать штрафа за незаконный оборот контрафактного этилового спирта. В последнее время схема реализации такой алкогольной продукции, которая, как правило, привозится людьми из России, работает в малых городах и деревнях региона. В одном из частных подворьев организуется склад этилового спирта, а затем высокоградусная жидкость распространяется в розницу местному населению. Однако сотрудники АБЭП держат эту проблему, что называется, на пульсе. Во дворе пенсионерки из Тереховки они обнаружили 1700 литров спиртосодержащей продукции, на которую у женщины не было документов. Партия находилась в прицепе автомобиля под тентом. Привезенный товар не успели даже разгрузить. Согласно информации на этикетке, 95-процентный раствор этилового спирта предназначен для наружного применения и приготовления лекарственных форм. Но, по всей видимости, неплохо раскупался местными для ежедневного употребления. Всего обнаружено изъято 170 полиэтиленовых канистр объемом 10 литров каждая, жидкость в которых имела характерный запах спирта. На емкостях указаны реквизиты производителя, который находился на территории Российской Федерации. Алкоголизм в деревнях нередко становится причиной свершения дорожно-транспортных происшествий. Вероятность повстречаться с экипажем ГАИ в сельской местности меньше, и поэтому часто водители нарушают требования ПДД. Как раз по этой причине на прошлой неделе в Добружском районе погибла женщина. В составе шумной нетрезвой компании она ехала в прицепе трактора, водитель которого также находился под шофе. Не удержавшись, она упала на проезжую часть, не смогла подняться и получила смертельные травмы в результате наезда легкового автомобиля. Примечательно, что друзья и знакомые погибшей не сразу заметили ее отсутствие. А когда вернулись, то нашли ее мертвой. Это произошло на 44-м километре трассы Гомель-Кобрин границы Российской Федерации. На выпавшую из прицепа женщину сначала наехала машина-такси, а в последующем еще один легковой автомобиль. Водитель первой машины попытался скрыть произошедшее и после наезда стал дожидаться, пока точно такой же наезд не совершит какой-нибудь другой автомобиль. В итоге вторым стал пенсионер, перевозивший в прицепе картошку. Однако сотрудники ГАИ смогли разобраться в ситуации, изобличили лжесвидетеля и привлекли его к ответственности. Свершил наезд на женщину, но чтобы скрыть следы преступления, значит, остановился, дождался, чтобы следующий по ходу движения транспорт совершил наезд и сам таким образом переехал за автомобилем, который второй совершил наезд и в последующем мы провели также мероприятие. И было установлено, что и доказано, и сам водитель такси дал признательное показание о том, что непосредственно он первым совершил наезд на эту женщину. В связи с сокращением светлого времени суток в Гомельской области наблюдается рост количества наездов на пешеходов. ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ призывает и водителей, и пеших участников дорожного движения не нарушать правила и быть внимательными на дорогах. С начала текущего года на территории Гомельской области было совершено 80 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Из них примерно в 30 случаях виновными были именно сами пешеходы. Погибло 12 пешеходов и 80 получили травмы различной степени тяжести. В драке не встревал, правила не нарушал, милиции на глаза не попадался. В Речице 32-летний мужчина создавал впечатление добропорядочного гражданина, пока в его гараже не нашли более 2 килограммов марихуаны. Речичанин был задержан возле подъезда своего дома. При себе у него был обнаружен сверток с наркотическим веществом растительного происхождения. Обыск в квартире не дал результатов. Зато при осмотре гаража, принадлежащего матери задержанного, правоохранители нашли более 2 килограммов высушенной конопли. Эксперты признали гербарий марихуаной. Для сравнения, уже 100 граммов этого наркотика считается крупным весом. А в гараже хранилось в 22 раза больше. Любитель травки ранее никогда не попадал в поле зрения милиции. Люди его кругознакомств считали мужчину порядочным человеком. В результате осмотра гаража было установлено, что там находилось более 2 килограмм наркотических средств. По данному факту в отношении жителя города Рижский возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. А Светлогорские и Гомельские оперативники в Минске задержали крупного торговца опийным маком. Мужчина закупал товар в столице и распространял его по регионам. Операция по задержанию макового бизнесмена проходила на партизанском проспекте при поддержке бойцов ОМОНа. В ходе обыска машины и гаража, который арендовал мужчина, оперативники обнаружили почти 50 килограммов опийного мака. Экспертиза показала, что вещество, обнаруженное на поверхности семян, опасное наркотическое средство опий весом более 200 граммов. Также в составе смеси семян была обнаружена маковая соломка. Изъятой партии хватило бы, чтобы изготовить более 500 наркотических доз. Возбуждено уголовное дело. Это были правовые новости уходящей недели глазами наших корреспондентов. Смотрите де-факто по четвергам на Беларусь 4. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин